Руководство Наринмар-Дуримстроя грозит увольнение. Предоставить заявление по собственному желанию руководителю предприятия предложил губернатор округа после поездки в поселок Красное. Александр Цибульский отправился туда 1 мая. По словам главы региона, основной целью его поездки была оценка качества лишь того участка дороги, на котором в весенний-осенний период приходится наибольшее количество претензий со стороны жителей поселка. Речь об отрезке трассы, на котором дорожники применяют химические вещества. О том, как прошла поездка, Александр Цибульский рассказал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Проехать по дороге. Это безобразие. Называется «потемкинские деревья». В истории есть такой термин «почеторобшина». Я в это верю и буду ездить еще чаще. Потому что, я опять же, повторюсь, я жалею, что я не сделал этого вчера. Тогда бы уже вчера эта техника прошла, и сегодня была бы вполне обутворимая дорога, и люди смогли бы по ней, по крайней мере, спокойно проезжать. Но будем, значит, их будем пока учить таким образом. Значит, будем отменять руководителям компании Департамента строительства и ЖКХ праздники и заставлять их работать в таком направлении. Рассказываю вам предисторию нашей среды. Я сегодня день 1 мая. Кстати, не извиняюсь перед присутствующими за то, что сорвал праздник. 1 мая у нас праздник для тех, кто качественно и хорошо делает свою работу. Так как я сегодня полтора часа лопатами капал машины по самой проходимости на дороге, я не отношу ни одного из вас, кто отвечает за это направление к людям, которые хорошо делают свою дорогу. Бог с ним со мной. Я человек молодой и пока еще, слава Богу, при силах. Но вместе с нами было еще только 11 машин, в которых сидели дети, в которых сидели пожилые люди, и которые вместе с нами, проклиная, на чем свет стоит, власть окружную и все, кто причастен к этой дороге, пытались пробиться к себе домой в Красную. И это люди, которых мы позвали на демонстрацию, которые приехали в Наринмар, приняли там участие, и потом просто в праздничный день хотели добраться к своей семье. У нас только называется дорога Наринмар-Красная, а на самом деле там непроходимая абсолютно сугроба. Я поговорил с местными жителями, последний раз техника до сегодняшнего дня, выходил 2 дня назад. Значит, согласно договору, который у нас заключен с СССР, дорога по контракту должна выбираться, выбирается 7 раз в месяц. Это условия контракта. Эти условия мы полностью выполняем, но в связи с тем, что мы живем с вами... Иннат, я знаю, где мы живем, я знаю про наши условия. Это можно без лирики. Просто у нас 7 раз в неделю по контракту будет 7 раз в месяц. 7 раз в месяц, да. А если сама вещь, что мне рассказывать сказки тогда? Ежедневное содержание дорожного полота, в нормативном состоянии в контракте написано. Тогда кто из вас врёт? Кто из вас врёт? Условия контракта, что вы, наверное, должны минимум 7 раз в неделю убирать, но при этом полотно должно содержаться в нормативном состоянии. Мы сейчас поедем вместе, и вы мне расскажете нормативное состояние полотна в некоторых местах. Вот вы сами сюда часто выезжаете? Я вам расскажу. В некоторых местах здесь невозможно проехать двум машинам навстречу друг другу, потому что не чистится в вашей организации дорога. Там в лучшем случае 3 метра полотно, потому что по отвалу, который там лежат, это легко определить. Здесь не надо быть специалистом. Вы знали, что позавчера у нас был снегопад? Почему техника не выходила с 2 дня на дорогу? Техника сегодня на дороге есть. Нет, вы чего мне рассказываете? Вы меня за кого принимаете? Я только что вам рассказывал. Я на машине. На хорошем внедорожнике японском, очень проходимом, не смог проехать, потому что вы называете дорогой. Кроме меня, я вам повторяю, 11 машин. Вместе со мной полтора часа провели, разгребая на морозе лопатой дорогу себе. Вашу работу выполняю. Вы им часть контракта тогда вместе со мной отдайте, потому что мы за вас дорогу лопатами руками чистили сегодня. Вместе с детьми и стариками. Значит, мне 10 числа от вас полный доклад по этой ситуации. С наказанием виновным. Если есть в контракте прописано то, как я сказал, минимум 7 раз в неделю содержание нормативного положения полотна, тогда я надеюсь, что руководство ДРСУ примет для себя единственное возможное решение. Если подтверждается то, о чем мы говорим, то я надеюсь, что я получу объяснение вместе с вашим заявлением о плане. У меня на этом, наверное, завершено совещание. Если у кого-то есть еще что сказать по этому поводу, пожалуйста, скажите. Ну, издеваться над людьми хватит. Я считаю, что просто забронзовей. Вот все перестали отдаваться работе. Ну, нету контроля. Понимаете, это же просто надо два раза в неделю, там, три раза в неделю сесть на машину и проехать 40 килограмм в одну сторону, в другую, и посмотреть. Если ты уже заключил контракт с компанией и платишь их 100 миллионов рублей, ну, в данном существенном содержании там порядка 40 мы, по-моему, платим, ну, ты хотя бы проверь. Ну, вот смотрите, снимите вперед. Здесь что, 6 метров дорога? И это не самый плохой участок этой дороги. Ну, здесь в лучшем случае там проедет одна машина. А сейчас дальше мы вам покажем участки, где даже две машины не разъедутся никогда. Мы выбрались благодаря замечательному человеку, жителю, я думаю, поселка Кранска, и, к сожалению, так как-то быстро потом поехали, что даже не успели сказать ему спасибо. Он ехал за нами на автомобиле УАЗик вместе с женой. И на самом деле абсолютно самоотверженно помогал нам откапывать автомобиль. За что ему огромное спасибо. И я обязательно узнаю, как его зовут, и скажу ему спасибо лично. Потому что без него мы абсолютно честно не выбрались. И плюс нам помогли еще семья, которая ехала из Красного еще на одном УАЗике. Там несколько детей, мама. И они просто помогли нам вытолкать эту машину физически, когда мы ее уже порядка часа выкапывали. Ну, знаешь, что хорошо? Мне понравилась такая абсолютная взаимовыручка людей. Вот здесь люди, которым не все равно друг на друг. Абсолютно чувствовалось, так я даже не знаю, там он узнал или не узнал меня, но чувствовалась абсолютно такая человеческая поддержка, сопереживание. Все друг другу помогают. Ну, как такая, знаете, как одна сплоченная команда. Это здорово. Им огромное спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!